Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня будем с вами обсуждать М6А2Е1. Ну а если проще, ребят, знакомьтесь, это гусь. Я думаю, есть очень мало игроков, которые не знают гуся. Несколько интересных фрактов о гусе. Раньше гуся можно было приобрести непосредственно в дереве исследования Соединенных Штатов. Вот здесь на седьмом уровне он располагался. Заходи, бери, не хочу. Точно так же, как в своё время в дереве Германии можно было приобрести Лёву. Он такой же древний, как Лёва и ему подобные танки. Короче, в игре он с незапамятных времён. Вот сколько я, честно говоря, себя в игре помню, а я играю уже 8 лет, столько гусь в игре был. И раньше, когда гусь появлялся в бою, ну ты сразу начинал понимать, что гусь это явно не очередная твоя цель. То есть тебе необходимо максимально долго пытаться избежать столковнения конкретно с гусём и ехать разбирать кого-то другого. Это было связано с тем, что на то время он обладал довольно неплохой ДПМной пушкой. Его время перезарядки не смущало и его броня была, ну я бы сказал, практически неприступной. Да, безусловно, там по бортам, по корме проблем он никогда не составлял. Но вот со лба, вот так вот, разбирать его было, ну прям совсем сложно и выцеливать его в мягкие места, а их не так уж и много. Ещё у гуся есть его старший брат, М6А2Е1, только восьмого уровня, с припиской, ну кто как читает, EXP или EXP, как хотите так называйте. Короче говоря, я его просто называю супергусь. У супергуся совсем другие немножечко характеристики по сравнению с этим танком. Дело в том, что то восьмёрка и то семёрка, понятное дело, они отличаются. Но суть плюс-минус та же самая, да, то есть просто каждый подтянут под свой уровень. На седьмом уровне гусь играется просто шикарно, к нему вопросов нет. Ну, разве что там по орудию, но это мы обсудим непосредственно в бою, я имею ввиду по броне. Но когда гусь встречается с восьмёрками, гусю становится уже немножечко сложнее. Опять-таки, смотря с кем, да, безусловно, есть восьмёрки, которые до сих пор гуся нормально раздолбать не могут. Это связано с тем, что у гуся бронирование, вот допустим, лобовое, составляет вот здесь вот, 198 миллиметров. Здесь, вот так вот, вот здесь в башне, я даже не про маску орудия говорю, а именно в башне. Везде по 198, а плюс ещё там приведёнки и так далее. Короче говоря, столба, машина довольно-таки бодренько держится. Вот здесь, на вот этих скосах башни, броня становится меньше, превращается в 92, а с приведёнкой в 178. Поэтому, как правило, гуся, когда он стоит вот так вот перед ком, пытаются выцеливать либо сюда, и дожидаются момента, когда башню, ну, гусь будет немножко отворачивать в сторону, для того, чтобы приведёнка уменьшилась, либо пытаются разобрать сюда в кепку. Кепка не сильно большая. У неё 92 миллиметра брони, приведёнок нет. Короче говоря, в кепку выцелить можно, но сложно. И угол склонения у орудия довольно-таки неплохой. Забегая наперёд, отдаляясь немножко от темы брони, смотрите, минус 10. То есть, в принципе, если умелый игрок гуся отыгрывает где-то от неровности, то кепка прячется за вот этим скосом. Поэтому, ребят, от башни отыгрывать на гусе очень классно. Единственное, что башню ни в коем случае нельзя отворачивать. Идём дальше, что касается бронирования. Вот когда поворачиваетесь вот так, и вот так становится всё совсем печально. Потому что здесь 90... Простите, вот здесь 92 миллиметра в башне, а вот здесь 45 миллиметров брони. Ну, согласитесь, просто ни о чём. Ну и здесь вообще у нас в корме 42 миллиметра. Ну, может где-то какая-то приведёнка, но я думаю, вы понимаете, что особо это ничего не зарешает. Короче говоря, гуся лучше всего отыгрывать либо вот так вот мордой лица, никого не боясь, либо немножечко ромбовать. Но не сильно, потому что как только вы ромбуете, у вас всё меньше и меньше приведёнка становится в бортах, там где и так 45 миллиметров. Это первое. Второе. Гусю можно вполне нормально сбивать каток, поэтому особо катками не торгуете. И когда вы даже ромбуете, ни в коем случае не отворачиваетесь от противника. Это не маус, на котором это нужно делать. Здесь как раз необходимо постоянно ствол держать, направленным на товарища, который собирается в тебя отстреливать. Тогда вы не оголяете, ну, щёки-не щёки, назовём это борта башни. Это что касается по бронированию. Что касается его орудия. Орудие в своё время было бомбическое, потому что пушка 8 уровня, 310 единиц альфы, она просто в шок всех ввергала, когда видели выезжающего гуся. Потому что альфу такую отхватить на 7 уровне, либо на 6, с которым иногда гусь встречается, ну, согласитесь, довольно-таки неприятно. Это сразу где-то приблизительно треть твоего хп улетает, ну, вот сразу в ангар и ждёт тебя там, пока ты к нему присоединишься, к своему хп. Среднее бронепробитие, 198, на сегодня уже как бы, ну, не совсем фонтан. Поэтому приходится иногда использовать подкалиберные голду, но в целом не сильно дорого, поэтому играть можно, особенно если вы берёте машину не ради фарма. И вот на сегодняшний день уже время перезарядки в 10 секунд, и, ну, время сведения в 4,7 секунды, оно уже, как бы, сами понимаете, не совсем то, чего бы ты хотел в современном рандоме. Разброс на 100 метров, это мы заценим непосредственно в каточке, потому что по цифре так особо не скажем. Сами поймёте, когда увидите. И урон в минуту уже никого не смущает, с ДПМом в 1850 единиц на 7 уровне, как бы, им бой ты себя однозначно, ну, чувствовать не будешь. Поэтому я и говорю, что гусь, он немножечко морально устарел. Он ещё что-то может, но уже абсолютно не та прям вот какая-то взлётная машина. Погнали в бой, я же продолжу пока говорить. Иногда появляются предложения, которые меня, честно говоря, как-то вот, ну, не то чтобы смущают, у меня просто нет понимания, на что рассчитывают разработчики, когда выставляют такое предложение на продажу. А говорю о каких предложениях? Говорю о предложении, когда вам не просто предлагают купить гуся, или купить супер гуся восьмого уровня, а когда вам предлагают взять их в наборе. Дело в том, что если у вас есть супер гусь, то гусь обычный вам в принципе не нужен. Если у вас есть гусь обычный, и вы на нём поиграли, то вы тоже не особо захотите брать себе супер гуся, потому что вы уверены в том, что машины эти одинаковые. Нет, ребят, они не одинаковые, но я уверен, что у большинства из вас есть мнение, что эти две машины, ну, одного поля ягоды и одинаковый геймплей, и поэтому зачем покупать в наборе две тачки. Вот поэтому я и удивляюсь разработчикам, когда они выставляют на продажу две машины, ну, как бы, к продаже. Так, я немножко заговорился и пропустил момент, когда мы начали ехать, не показал вам подвижность данной машины. Подвижность у данной машины, в принципе, как для тяжёлого танка, вполне таки себе даже приемлемая. Я не могу сказать, что она неприятная, эта подвижность. Единственное, что хотелось бы сказать по подвижности машины, что назад она ездит уныло. Поэтому, вот как я сейчас пытаюсь откатываться, ну, это очень такое, знаете, занятие пренеприятнейшее. Второе пренеприятнейшее заключается в том, что против нескольких соперников я сейчас остался один-одинёшенек. И с моим, в принципе, КД особо не просопротивляешься. Единственное, что придётся вот так вот немножечко как-то поиграть, пободаться, поздерживать. Но, понятное дело, что первое, что сейчас попытаются сделать, ребята, это попытаются меня прижать и начать заходить ко мне в борта. Ну, вот, в принципе, и поиграли. Смотрим сейчас на нашу тушу. Туша собой представляет что? Как вы видели, спередка никто не смог пробить. Вот насквозь башни оставили следы. Били в... Понятное дело, что меня прошили. Это то, что я говорил. Как только вдруг чего, сразу будут пытаться охотиться именно на борта. Заканчиваем смотреть бой. Закатываемся обязательно в следующую катку, потому что это было показательно только в отношении скудного бронирования по бортам и корме. Итак, друзья мои, бой закончился. Ну, вот смотрите, за вообще там пара секунд боя перед тем, как меня вынесли, я смог сделать 1300 единиц урона. Я не считаю, что я что-то сделал там огромное для победы. Я вообще практически ничего не сделал. Меня просто разнесли. И факт есть факт. При этом я умудрился быть в середине по урону. Ну, как бы такое, странная какая-то ситуация игровая. Мы просто запрыгиваем в следующую каточку. Я сейчас попытаюсь отыграть непосредственно со своими союзниками. В предыдущем бою союзники поперли все на гору. Я думаю, что это и был залог успеха. Вопросов нет. С другой стороны, немножечко, там не то чтобы в свое оправдание, но констатации факта ради, осмелюсь заявить, что если бы мы не остались в городе и хотя бы чуть-чуть не придержали своим присутствием соперников, я думаю, что соперники начали бы заходить просто к нашим в тыл. Ну и тогда была бы, возможно, другая абсолютно игровая ситуация, в которой союзники могли бы и не справиться. Опять-таки, мы задержались там, но не держали мы фланг. Держали фланг, это если у вас есть возможность стоять и держать. Здесь же нас просто окружили и враги потратили время на то, чтобы нас разбирать. Вот просто пока разберут нашу 1400 хп. Итак, по подвижности. Смотрите, вперед машинка едет. Ну, я бы сказал, что вполне нормально, согласитесь. Не хуже Шкоды, допустим, Т-45, не хуже КВ-2. То есть, в принципе, на своем седьмом уровне танчик по подвижности абсолютно приемлемый. То есть, вот нельзя сказать, что он едет прям до слез уныло. Едет вполне нормально. Что касается вот сведения, сейчас попытаюсь показать на ком-нибудь. Ну, вот даже если бы он сейчас был в засвете, то есть, сами понимаете, что сведение происходит крайне уныло, крайне долго. Вот сейчас, смотрите, есть соперник. Я сейчас откинул, как бы, то есть, ну, в надежде на то, что попаду. Попал, но и мне прилетело. Куда прилетело? Прилетело вот сюда, вот в бок башенки. Удивительно, честно говоря, потому что, как правило, это место не сильно славится мягкостью. Там приведенка какая-то должна быть. Ну, видать, так не очень хорошо фартануло. Так, попытаемся вот здесь вот как-то от туши отыграть умершей. Ну, вот сведение, видите, ребят, я бросил сейчас просто наугад в надежде на то, что попаду. Попал, слава богу. Но сведение... Понимаю, что сейчас был критнутый у меня наводчик, но все равно, поверьте, вот сведение, как бы, не сильно прям приятнейшее. Зато точность орудия довольно классная, довольно приятная. Как я говорил, ни в коем случае не отворачивайте, играя на гусе, башню от соперников, потому что в таком случае вас будут пробивать. Сейчас посмотрим, куда сейчас прилетело. Сейчас залетело... Ну, вот, видите, в башенку, в борта башни шьют постоянно. Я так понимаю, что для соперников, с учетом того, как я нахожусь, выцеливать нижний бронелист там смысла никакого нет, потому что броня, что нижний бронелист, что верхний бронелист, плюс-минус одинаковая везде. Поэтому бронелисты никто не выцеливает. Выцелить кепку, пока я там стоял за горочкой, ну, практически нереальная задача. Соответственно, выцеливают. Самое мягкое место, это борта башни. Броня не пробита. Там уничтожено. Итак, смотрим, куда пробивали. По башне пробивали, пробивали где-то в районе катка, катка, как я понимаю, куда-то залетало, но других отверстий в танчике я не вижу. Досматриваем бой и закидываемся в третью катку. Итак, ребят, по результатам боя 1190 нанесенного урона, ну, серебро смотреть не будем, тут смотреть просто не на что, и в нашей команде мы заняли второе место по урону. Я могу сказать только одно, что вся команда довольно-таки фиговато отыграла, но в целом, ребят, гусь играется на сегодняшний день в рандоме постоянно, вот так вот. Я понимаю, что сейчас появится огромное количество желающих забросать меня фекалиями в комментариях, что я рак, что я не умею играть. Да, ребят, я не суперскилловый игрок, но поверьте, у меня тоже есть машины, на которых я нормально отыгрываю, на которых у меня нормальное количество урона, на которых у меня нормальное количество побед. Просто на сегодняшний день гусь, он уже не настолько играбельный, насколько играбельным он был раньше. У него сейчас основная его проблема заключается вот в сочетании его времени сведения, потому что пушка, в принципе, точная, но для точного выстрела необходимо полностью сводиться. А на то, чтобы полностью свестись, необходимо спокойствие в рандоме в отношении противника, который не будет постоянно куда-то пытаться от тебя отъехать, убежать и так далее. Понятное дело, что никто не будет из противников стоять и ждать, когда же вы, наконец-то, сведетесь и по ним выстрелите. Они будут делать все возможное для того, чтобы куда-то отъехать. Поэтому, ребят, я и говорю, что первая проблема данной машины заключается именно в том, чтобы, ну, свестись. Когда вы сводитесь, как вы видите, орудие очень точное. Вторая проблема заключается в КД. И вопрос не в том, что гусю тяжело это КД пережить. Пережить КД не тяжело. Очень тяжело дождаться выстрела, потому что тебе хочется как можно быстрее откинуть во врага, забрать у него ХП и таким образом попытаться приблизить победу. Но, к сожалению, у тебя это не получается. Ну, просто 10 секунд реально для седьмого уровня это, мне кажется, много. Ну, по крайней мере, по ощущениям. Так. Вылазь, засранец. Альфы немножко не хватает. Все-таки 310. Вот сейчас не хватило на уничтожителя. И я думаю, что сейчас на сушку не хватит. Ну, вот если бы можно было высказать свое мнение непосредственно разработчикам для того, чтобы они с этим что-то сделали, то я бы попросил их либо уменьшить скорость перезарядки, ну и бог с ним уже хотя бы тогда оставляйте такую альфу, либо увеличить альфу и оставить такое время перезарядки. Потому что, ну, в сочетании альфы и времени перезарядки одновременно, как бы, приятного практически ничего нет. Так, под КВ-5 лезть вообще не хочется, честно говоря. И главное, он тоже ехать не хочет. Так, попытаемся немножко пободаться, но я думаю, что особого результата это никакого не даст. В корму разбирают, очень неприятно. Ну, вот вам и КД. Короче говоря, ребят, вот так вот гусь на сегодняшний день играется постоянно. То есть сказать, что это машина, которая на сегодняшний день будет приносить вам огромное количество какого-то фана и удовольствия, 1870 нанесенного урона. По результатам серебра особо никуда не смотрим. Ну и по результатам урона в команде опять второе место. Причем с отрывом первого игрока буквально там на 100 единиц. И вот так гусь будет играться, в принципе, постоянно в ваших руках. Возможно, будут какие-то бои, в которых вы сможете затащить, в которых вы сможете продавить направление, но таких боев, поверьте, будет у вас очень мало. Я еще раз говорю, понимаю, что сейчас могут палиться фекалии на мою голову в комментариях, но перед тем, как это делать, возьмите гуся, сами его зацените, сами на нем поиграйте и попробуйте его сейчас. Может, у вас сейчас даже в ангаре есть гусь, которого вы давно не выгоняли. И вы уверены в том, что то, как он игрался вашими руками раньше, он играется так и на сегодняшний день. Раньше гусь был одним из любимых премтанков у меня в игре. Я покупал этого гуся еще в те времена, когда он продавался в дереве развития. И, ребят, точно так же, как на Леву, я реально копил на него голду, которую тогда нельзя было получить, смотря рекламу. Тогда таких халяв не было. И вот приходилось копить эту голду вот прям по каким-то там крупицам и бустеров на золото тогда, ребят, не существовало. И представьте себе, что я реально выкладывался на все 200 для того, чтобы приобрести себе эту машину. И когда я себе ее взял, я чувствовал себя чуть ли не богом в рандоме, когда заходил в бои на этой машине. Я постоянно на ней катал. Ну а потом гусь начал потихоньку устаревать. И вот это был как раз честный обзор на то, как чувствует себя машина на сегодняшний день в рандоме. Бежайтесь, не обижайтесь, это было мое субъективное мнение. Если что-то имеете возразить или наоборот поддержать, пишите в комментариях, буду вам безумно благодарен. Если вы хотите видеть честные обзоры и еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь по желтому шильдику, буду безумно благодарен. И отблагодарю вас исключительно честными, не завуалированными, никем не проплаченными обзорами на технику и на товары в магазине. Меня никто не покупает, мне никто не платит и не дает мне никаких пресс-аккаунтов для того, чтобы я снимал красивые видео и что-либо рекламировал. Я играю на том, что заработал собственными пальцами, ну и немножечко потом и кровью из глаз, когда играю на плохих машинах. Всем спасибо, всего хорошего вам, мира и спокойствия.